Здравствуйте! В эфире Первая студия. Я и ведущий Владислав Иваченко. Проекты, направленные на поддержку предпринимателей, продолжают успешно шагать по регионам Казахстана. С каждым годом на территории нашей страны становится все больше бизнесменов. Сегодня мы поговорим о развитии бизнеса и поддержке предпринимателей. У нас в гостях Марат Бикенов, бизнес-тренер. Здравствуйте! Добрый день! Очень часто, когда мы разговариваем о бизнесе, мы спрашиваем у бизнес-тренеров, у коучей, какой бизнес лучше создать. Но сейчас я хочу задать вопрос немножко по-другому. Какой вопрос лучше не создавать, какой бизнес, точнее, не создавать новичкам, предпринимателям, которые только начинают свой путь? Ну, в идеале, в виде тренировки, наверное, хотелось бы, чтобы молодые люди начинали учиться продавать с продаж. Мне кажется, он самый такой безопасный и в тестовом варианте, наверное, самый такой надежный. Взяли там какую-то вещь, купили, продали. Вот у меня сын, когда учился в медицинской школе, он брал конфеты килограммами, а там, знаете, он их распробовал, они на вкус были такие очень приятные, и он приходил в школу и продавал их штучно. Там вроде у него штука конфетки стоила 20 тенге, а в совокупности у него 100% накрутка получалась. И я что-то за сына переживал, говорю, тебя после школы побьют, когда узнает, сколько эти конфеты в магазине стоят. Ну, по крайней мере, у него была такая попытка, и он заработал деньги и купил себе красный галстук. Я думаю, вот этот навык продаж, он и в каждой отрасли у нас присутствует. И предприниматель, когда начинает, и сделает какую-то продукцию, или это будет услуга, и если он не может назвать цену, не знает, как это продать, как об этом рассказать, то, я думаю, вот эта проблема, вот с ним столкнется прежде всего. Возьмем двух бизнесменов. Один просто работает ради денег, но он уже опытный, он общительный, он коммуникабельный и очень активный. А другой, он не такой общительный, как бизнесмен, но он занимается своим хобби, то есть его хобби стало его бизнесом. Кто из людей, из этих людей будет успешнее? Тот, который очень общительный, коммуникабельный, либо тот, которого хобби стало его бизнесом? Я думаю, тут зависит от отрасли, чем человек занимается. Допустим, если вы приходите к врачу, вам, наверное, не надо, чтобы он, знаете, с вами разговаривал, убеждал. Ну, конечно, какая-то мера успокоения вам нужна от него, но прежде всего он, наверное, должен быть эксперт на своем деле, чтобы он смог разобраться, какая у вас болезнь, провел диагностику, правильное лечение назначил. Поэтому вот такой говорливый доктор не нужен. А если человек занимается камневояжерством, допустим, сетевой маркетинг, вот такой сам пример, тогда, конечно, он должен говорить, он должен привлекать людей, он должен продавать, особенно в продаже. Если ты продажник, профессиональный продажник, тогда ты постоянно должен свой продукт презентовать. И здесь вот как раз твои навыки, вот эти коммуникативные, твоя способность, ораторское мастерство, она будет, ну, это будет твой хлеб, это будет тебе жизненно необходимо. Ну, хочется отметить, что в бизнесе главное – это клиентоориентированность. То есть, если мы возьмем два одинаковых человека, которые занимаются одним и тем же делом, но один человек, он более клиентоориентированный, а другой к клиентам относится не так хорошо. И, соответственно, и тот, который клиентоориентированный, он будет зарабатывать, соответственно, больше, и больше у него будет клиентов. Так ли это или нет? Да, конечно, вы совершенно правы. Допустим, мы же люди живые существа, социальные. И когда вы приходите к человеку, если вы видите, что он искренне в вас заинтересован, тогда, да, вы будете к нему тянуться, вы захотите у него получить один раз услугу, второй раз, третий, и вы всегда будете к нему возвращаться, потому что он для вас оказывает такую максимальную пользу. А если же человек, знаете, лишь бы, лишь бы, лишь бы забрать деньги, ну, пускай даже это будет элементарное строительство. Вот наняли вы человека, муж на час, вот, допустим, он пришел, он вам розетку поставил, и поставил, скажем, где-то что-то подвисает, за собой не убрал, ну, что вы будете о нем думать? Да, вот этот человек, он не заботится о вашем комфорте, о вашем существовании, он не уважает право частной собственности, даже если у него нет веника, он же мог попросить и сказать, а давайте подметем, или мог сказать, я подметать не буду, вы можете вот сами там пылесосом там пропылесосить. Если где-то какие-то провода висели, он же мог сказать, вот, может быть, у меня кусачек нет, или давайте я вот так заизолирую, или вот так уберу. Если там какие-то края он повредил, он же мог предложить, давайте силиконом подмажем. Но он даже этого не сделал, он сам не устранил, а просто все это оставил на соплях и ушел. Ну, может быть, розетка и будет работать, но вы будете понимать, что вот это, знаете, внешний вид не соответствует тем деньгам, которые вы заплатили. Что-то элементарное, неэстетичное, потому что это же находится в вашем доме. Клиентоориентированность, это прежде всего, это очень важно. Если составить такой список, вот клиентоориентированность, это на первом месте будет. Что будет на втором и третьем месте? Ну, или хотя бы на втором месте? Да, я думаю, в данный момент, сегодня, наверное, вопрос вашей себестоимости. В какой нише вы работаете и каким образом складывается ваша себестоимость. Если у вас будет от себестоимости маржа 100%, вы накручиваете это, знаете, на 10 тенге, следующие 10 тенге, то, наверное, для большинства людей ваша услуга будет недоступна. Опять же, вопрос содержания. За что вы эти деньги берете, какой пакет услуг вы предоставляете? Возможно, да, люди будут готовы переплатить, но у вас, понимаете, пакет большой, у вас есть там гарантии, есть обслуживание, сопровождение. Тогда люди, да, это у вас свой вход в эту себестоимость, тогда, ну да, люди будут, они, по крайней мере, смогут посчитать, стоит именно этот брать, за это брать или нет. Вот я сейчас только что разговаривал по поводу печати. Вот я просто запутал, думаю, наверное, через зрители могут меня не понять. Я позвонил и спросил, сколько стоит печать, вот мне сейчас для этого печать нужна. Они мне предложили 3200, я потом сказал, мне лягушка нужна, мне сказали 5200, 5400. А потом, чтобы мне было понятнее, они спросили мой номер телефона WhatsApp и сказали, что сейчас мне отправят с картинками прайс, где будут указаны. И, соответственно, уже когда у меня есть выбор, я буду выбирать именно ту печать, которая вот мне для работы будет удобнее. Может быть, я ей буду в барсетке, может, она в машине, может быть, в кармане. Соответственно, от моих потребностей я выберу именно ту печать, и я готов буду за нее заплатить. Или бы, знаете, я сидел бы и гадал бы с ней, вот пальцем, знаете, в небо. Попал, не попал. А может быть, я вообще передумал бы и другим позвонил бы. Вот это пакетное обслуживание, вот здесь, с учетом того, что это будет мне на WhatsApp, с учетом того, что я деньги переведу там им на Каспий или на расчетный счет, и плюс они мне сделают бесплатную доставку, вот этот пакет, я за него готов платить. – Многие телезрители интересуются, возможно ли основать бизнес без стартового капитала или с малым стартовым капиталом, и возможен ли успешный бизнес не с большим стартовым капиталом? – Я думаю, что возможно и то, и то. Вот приведу пример. Мы проводили конкурс стартап-проектов. У нас молодые люди получили 300 тысяч тенге, 200 тысяч тенге, 250, 250. При этом мы услышали очень много критики. Нам говорили, что ребята на эти деньги стартануть не смогут. Они не смогут развивать свой бизнес. Во-первых, деньги они получили в виде гранта. Они безвозмездные, безвозвратные. Плюс мы подключили родителей, потому что у нас самый младший конкурсант, ему 15 лет. Я бы хотел, чтобы родители его в жизни активно участвовали. Сегодня его задача – купить сухожар. Вот сейчас он в поисках, проводит исследования. Параллельно он изучает технологию приготовления вот этих фруточистов и готовится к тому, что будут их на рынке продавать. Теперь, как только у него появится оборудование, у него затраты будут купить 2 килограмма яблок и их в сухожаре пообработать. Может быть, какая-то у него рецептура будет, может быть, с шоколадом, не знаю, с медом. А потом ему останется это продать. Я думаю, дополнительно к гранту ему нужно будет 1050 привлечь еще дополнительно. И уже статомет он будет продавать. Другое дело, будут ли клиенты приобретать вот эти чипсы или не будет. Вопрос технологии. Или у нас девушка купила тестомяс и мясорубку. Сейчас вопрос, а ей надо еще приобрести, получается, мясо и тесто. Я думаю, тоже в пределах 50 тысяч тенге. Но все-таки вопрос встанет в технологии. Будут ли эти пельмени вкусные? Захотят ли люди попробовать купить их заново? Будет ли у них какой-то брендбук, чтобы она на рынке отличалась от всех других? И примерно такая же технология у всех остальных, кто собирается начинать бизнес, могут начать на собственные средства, небольшие, попробовать. У нас же есть такое понятие, как скрам. Мы должны тестировать те проекты, которые хотим реализовать. Это же проект, он краткосрочный, во времени. Он требует небольшие средства. Но мы его в пилотном режиме пробуем. Дали в ЛХ объявление. Первый клиент пришел, получили обратную связь. Второй клиент, третий клиент. Может быть, этим и не надо нам заниматься. Может быть, это не для нас, а может быть, у нас это плохо получается. А может быть, наоборот, для нас будет неожиданно, то, что очень много людей будут звонить, и очень много людей в очереди будут стоять за тем, чтобы дождаться, когда мы окажем эту услугу. Поэтому с небольшими деньгами, даже без денег, бизнес можно начинать. Но вопрос вашей спектности и той ниши, в которую вы заходите. То есть отсюда вытекает то, что когда человек стартует в бизнесе, нужно исследовать рынок, исследовать целевую аудиторию вашего продукта. Да, маркетингу исследования нужны, и плюс нужны вот эти тестовые продажи. Мы должны попробовать продать и посмотреть. Знаете, говорят же, что там для русского хорошо, то для немца смерть. Это как бы, знаете, не все же для каждого. Кому-то вот это хорошо пойдет, а у кого-то вот это хорошо пойдет. Все-таки у человека есть природные склонности, у человека есть определенные связи, уровень общения, есть определенные родители. Это все же бытие, и она будет определять вот этот старт твой. Что-то у тебя пойдет, что-то нет. Друзья, род сенький. Допустим, я взял какой-то товар, у меня есть какой-то товар один, одна единица, и я выложил на сайт, и она вроде как бы ушла, потом я закупил больше. И как понять, тест вот этот прошел успешно или все-таки нет? Какой процент должен быть дохода у человека, да, сколько единиц он продал? Какой промежуток времени этот тест должен проходить? Ну, я думаю, есть такое понятие, как точка окупаемости. Как только вы видите, что вы покрываете все эти расходы, которые вы несете, да, вы уже окупаетесь. И, ну, я думаю, сколько вы хотите зарабатывать, ну, это привязано к самому человеку, ну, думаю, если даже у вас будет 15% вашей прибыли, я думаю, это достаточно. Это, по крайней мере, на уровне депозита. Но депозит банковский, он же ложится на год, допустим, вы миллион положили, и пускай будет депозит 14,7, в течение года вы получите там 147 тысяч, но это за год. А здесь у вас же идет наоборот, вопрос только в оборачиваемости денежных средств. Вы же можете этот миллион оборачивать в месяц, можете оборачивать его 10 дней, а можете обернуть его за один день. Соответственно, каждый виток, он приносит вам вот эти 15%, 150 тысяч тенге. Здесь вопрос оборотов. Ну, я считаю, что 15% для начала это будет достаточно. Из вашего ответа можно было понять, что вы в основном поддерживаете предпринимателей, это из числа молодежи. Расскажите о своей работе, какие проекты вы помогали организовывать, какие курсы и так далее, конкурсы среди начинающих предпринимателей, какие меры поддержки вообще, скажем, с начала года, либо в течение 4 месяцев у нас действовали на территории области. Вот мы провели конкурс, но у нас уже сейчас идет сопровождение. Где-то сентябрь, октябрь, ноябрь мы проведем конференции для молодежи в формате ТЭК, где молодые люди будут приходить, и такие же молодые люди, ну, я думаю, наши стартаперы, плюс привлеченные там молодые люди, будут рассказывать о своем опыте и о тех идеях, о которых стоит подумать. Это одно. Второе, на данный момент сейчас уже по республике, ну, в том числе и в нашей области, идет конкурс «Постал бизнес». На онлайн-площадке business.invec.kz люди заходят на сайте skills.kz, они могут пройти обучение, получить сертификат, они дальше уже могут подать наград 400 МРП. Это вот в данный момент, это самые быстрые деньги, которые сегодня могут получить молодые люди. Потому что одной из категорий является молодежь категории НИД, которая не учится и не работает. Вот это, знаете, такой отличный старт. До 31 августа уже могут подавать заявки, ну, вот в город Кустанэ. По районам желательно позвонить в центр занятости и уточнить. Ну, вот это я бы рекомендовал всем, это отличная возможность. Всем нужно в этом поучаствовать. Там всего лишь на skills вы проходите обучение, получаете сертификат, это все в режиме онлайн. А потом вы уже подаете наград. Ну, самое главное, чтобы вы соответствовали той социальной категории. Вот это вот я всем предлагаю. Вот еще сейчас идет конкурс Жастар-Рпахтара. Казахстан-Рпахтара. Ну, здесь я, может быть, наименование ошибаюсь. Я вчера утром сидел, завтракал и увидел у нас на Хабаре, кажется, реклама идет. Там грант до 3 миллионов тенге для молодежи до 29 лет. Я думаю, это тоже такая отличная возможность. И там по требованиям нужна видеопрезентация, нужна презентация для вашей защиты. Потом нужен небольшой бизнес-план в свободной форме. Нужны небольшие расчеты. И, в принципе, все. Я думаю, я бы всем рекомендовал тоже подать на 3 миллиона тенге. Это принимается до 14 августа. Если передача сегодня выйдет, как бы вот это хорошее такое объявление. Сейчас немного философский такой вопрос на рассуждение. Многие интересуются, вот они стартовали, но стартовать – это дело одно. А другое дело – это удержаться на плаву. Вот возьмем, допустим, вас. Вспомните себя в начале вашего пути в бизнесе и сейчас. Вы уже сейчас опытный человек, который в бизнесе уже не один год. И если бы вы встретили себя в прошлого, который только начинал бизнес, какой бы совет вы себе дали именно в бизнесе, чтобы успешнее, гораздо успешнее, или чтобы он гораздо быстрее рос? Я вспомнил название товарища Рупахтара. Если вдруг кто нас слышит, забивайте именно так. Товарищ субтитр Рупахтара. Что касается себя, конечно, время спять мы не повернем. Я сейчас живу, со мной живет, получается, отец-одиночка, и со мной живет четверо детей. Из них, ну, получается, два студента колледжа и два школьных, два, ну, получается, ученика общеобразовательной школы. И я смотрю на своих детей и думаю, ну, наверное, не то, что я себя там в прошлом вижу. Я, наверное, сейчас постараюсь им дать своим детям то, что, наверное, я сам недополучил. Может быть, тех советов, которые я не услышал. Может быть, тех подсказок. Но я в первую очередь считаю, что нужно менторство. В том числе даже, если вы планируете стартануть, даже вот на эти 400 МРП, может быть же Тауссиду Хурпахтары, любой грант. Может быть, у вас есть какие-то собственные средства, привлеченные средства. Я думаю, что нужен ментор. Вот этот, наверное, вывод номер один. Нужен ментор. Нужен человек со стороны. Говорят, что там одна голова хорошо, две головы лучше. Нужен человек со стороны, который что-то подскажет. Где-то тебя промотивирует. Где-то тебя разбудит и скажет, Владислав, просыпайся, утро пришло. Но нам это нужно. Нам нужно, чтобы со стороны. У меня такой один момент был. Я себе на будильник был в строительстве магазина. И уже воли не хватало, сил не хватало. И я себе на будильник поставил там, Марат, просыпайся, тебя ждут великие дела. Я думаю, ну как у Пушкина, что-то будет наподобие. И вот я только на свой голос просыпался. Я прямо глаза открывал и такой думал, ну раз говорю, надо, надо, надо. И вставал, шел. Предприниматель – это же профессия же. И она такая сложная. Там же у тебя ненормированный день, ненормированное время. И еще плюс нагрузка большая, материальная нагрузка. Высокая доля ответственности по отношению к людям, по отношению к себе. Это сложный труд. У нас в общем в мире устойчивость стартаперов очень низкая. А вот если будет ментор, если тебя кто-то будет сопровождать, в нужное время протянет тебе руку помощи, подскажет, может поделиться своими деловыми связями, может быть какая-то финансовая поддержка. Это, я думаю, это было бы, знаете, такое подспорье. И я себе, если вот в прошлом, вот мне не хватило вот этого наставника. Правильного наставника. Который бы мне сказал, Марат, не хватайся за все подряд. Выбери одно направление. И из года в год, занимаясь, только, знаете, упрись в одну точку и ее развивай. И если бы я в одном направлении потратил бы 10 лет своей жизни, и только одни бы занимался, то сейчас, наверное, я был бы более счастливым человеком. И я думаю, вернее всего, моя жизнь была бы совсем другая. Я себя и бизнесменом не считаю, потому что успех же он индивидуальный. Может быть, для кого-то у меня хорошо в жизни, а кто-то на меня смотрит и думает, ну, что-то вообще, жизнь не такая. Поэтому с кем-то сравниваться нельзя. А в отношении себя, да, я счастлив. Еще есть такая категория людей, которые сидят ночью на кухне с другом, с женой, и думают, вот, нужно начать дело, вот, с завтрашнего дня начну дело. Ну, это такие кухонные разговоры, а потом из этого ничего не вытекает. И есть люди, которые, опять же, так же разговаривают и распыляются. А вот давай товарку сделаем, а вот давай социальные какие-то услуги. То есть они не могут определиться. Что вы посоветуете людям, которые либо не хватает смелости стартовать, либо они не могут определиться с нишей. Вот что вы посоветуете неопределенным таким людям? Знаете, вот эти разговоры, они же могут быть бесконечные. Есть правило, там, 72 часов. Если ты в течение, там, в ближайшее время не сделаешь, соответственно, ты не сделаешь это никогда. Есть еще правило, знаете, не держать все яйца в одной корзинке. Если какая-то идея к вам пришла, и она не требует, там, больших вложений, нужно попробовать, нужно его запустить. Если вы чувствуете, что это заберет вашу какую-то часть ваших накоплений, тогда стоит попробовать. Если вы чувствуете, что вы зайдете в кредит, в долги, тогда не стоит лезть. Потому что кредиты же надо будет выплачивать, и нету гарантии. В идеале желательно 10% от своего дохода откладывать, и откладывать именно для вот этих стартов. Тогда она не будет ни ущерб никому. Вроде бы 10% вы отложили, оно вроде бы и немного. А когда вы стартанете, когда вы попробуете, и даже если вы обожнетесь и не получится, по крайней мере, вы потратили вот свой доход, свои накопления. И на эту тему очень много таких, знаете, бизнес и религиозных пич, где рассказывают о том, что бизнес – это прежде всего терпение. Ты откладываешь, потом вкладываешь. Отвечая на вопрос, вы упомянули ментора. То есть можно сказать, что чтобы стать успешным, нужно общаться с успешными людьми. И отсюда вытекает вопрос, а где вот искать менторов, чтобы был человек рядом, который мог подать руку, там, сказать совет какой-то. Ну, смотрите, у нас есть бизнес-инкубатор «Мост». Это как раз площадка, где собраны менторы нашего Казахстана. Потом у нас есть «Импах-хаб», он тоже в Алма-Ате. Я думаю, вы с этим инкубатором, если свяжетесь, просто забейте, найдите его, свяжетесь. Я думаю, с той стороны тоже они предложат людей, которые с вами будут взаимодействовать. Потом еще у нас есть программа ЕБР, Европейский банк развития и реконструкции. Ну, эта программа направлена для женщин. Ну, видите, как бы гендерное развитие. Ну, и женщины более активны. У нас, знаете, да, 77% пользователей Инстаграма – это женщины. И вот эта программа, она предполагает еще и менторство. Ну, там женщины учат женщин, или мужчины там в роли ментора учат женщин. И, ну, вот это вот три программы, которые я знаю, которые действуют на сегодняшний день. А что касается, вот это, знаете, найти, посмотреть, я думаю, первое из всего нужно определиться, в какой отрасли вы планируете работать. Если вы знаете отрасли, соответственно, вы примерно можете посмотреть, кто в этой отрасли работает или в нашей области, или работает по Казахстану. Тогда вам нужно будет созвониться и открыто сказать, что вы начинаете этим заниматься. И если человек будет, вы будете звонить и спрашивать советы, сможет ли человек дать вам обратную связь, где-то что-то подсказать. Если человек согласится, уже у вас пошел контакт. А дальше уже будете смотреть, как сложится, не сложится. Я думаю, надо наращивать свои деловые связи. Есть же правила там пяти рукопожатия. Сегодня вы сказали одному, второму, третьему, четвертому. Через человека, через человека вы выйдете на нужного. Самое главное, об этом говорить, что вы планируете заниматься вот этим, или уже занимаетесь, и вам нужен человек, который вам подскажет. Если говорить о торговле, раньше, когда не было ни интернета, ни социальных сетей, если сравнивать эти два промежутка времени, сейчас заработать стало легче, имея социальные сети, где можно легко настроить таргет-рекламу, либо раньше были лучше продажи, когда ничего не было, и все там с помощью телевидения, была реклама и так далее. В чем вот разница этих эпох, и когда доходы были лучше, когда была обычная реклама, или когда таргетированная, нацеленная на какую-то конкретную аудиторию? Ну, для меня лично стартовать в 2000-е годы было сложно, но зарабатывать было легче тогда. Там видите, какая ситуация была? У меня был частный дом, перед частным домом была передвигающая территория, и через дорогу стоял киоск. Сейчас уже этих киосков нету. В этом киоске продавали сахар, хлеб там, и посмотрев на продажи киоска, я посидел, хронометр раздел, я увидел, какая у него выручка. Плюс они алкоголь продавали. Я высчитал, и мне вот этот бизнес стал интереснее. Я построил магазин, но тогда ментора не было, опыта не было. У меня строительство магазина заняло целый год. Она забрала все мои ресурсы, я зашел в долги. Но магазин, когда открылся, я не смог работать в той нише, в которой работал вот этот павильон. Если не продавали продукты, я вынужден был начинать со строительных материалов, хозяйственных товаров. Я начал с того, что не портится, и не требует много вложений. У меня обороты не позволяли. А потом, когда я вышел уже на обороты, и мог поставить, выставить продукты, там, взял лицензию на виноводку, тогда, конечно, и выручка выросла, и зарабатывал, и зарабатывал достаточно хорошо. Потому что уже торговой сети не было, имшана не было, не было вот этих дискаунтеров и больших супермаркетов. Можно было работать с маржой. А сейчас, вот был такой момент, я строил второй магазин, и 10 лет жизни я отдал на это строительство, там, на еще, еще, еще. Я не заметил, как развивается Инстаграм. Я не заметил, как развивается Интернет. Я не заметил, что социальные сети работают и приносят уже прибыль. Я не заметил, как появился вот этот сайт госзакупок, где можно было заходить, подавать. Сейчас я на сайте госзакупок работаю. А тогда я об этом даже не думал. Мне просто страшно было зайти и кликать, ЭЦП подтвердить. И, знаете, время меняется, а я за временем не шел. Я от него отставал. И если предприниматель в наше, вот это быстрое время, он не будет держать нос по ветру, он не поймет, что экономика уже меняется. Я боюсь, что догонять ему будет уже сложнее. Я догоняю с большим трудом. Но если и сейчас я этого не сделаю, тогда я отстану. Если сравнивать вот эти периоды, да, начало 2000-х и сейчас, возможностей стало больше. Соответственно, и желающих стало больше. Соответственно, и конкурентов стало больше. Значит ли это, что стартовать сейчас стало гораздо сложнее и зарабатывать хорошо на бизнесе? Ну, видите, надо учитывать то, что плотность населения растет же, количество людей растет, соответственно, количество потребителей растет. И, ну, я думаю, можно такой небольшой вопрос провести даже в сфере услуг. Вот девушка, которая вот нас купила, мясорубку и тестомерс, она сейчас столкнулась с проблемой, что не может нанять строителей, которые сделали бы ей косметический ремонт. Там левказ, побелить, покрасить лимон, линолин поменять. Соответственно, вот эта ниша, она свободная. Есть люди, которым нужны строительные услуги, но они находятся не в областном центре, а где-то там в пригороде, в районе, и эта услуга для них недоступна. Она вынуждена делать это сама, там привлекать родственников, кого-то искать. Соответственно, людей больше. И сейчас люди, я не скажу, что более ленивые, но сейчас люди хотят получать готовые услуги. Чтобы и материалы им купили, тот же ламинат, чтобы им застелили, привезли, доставили. Люди за это готовы платить? Если принять во внимание, опять же, либо город, либо деревня, если порассуждать, то в деревне возможностей гораздо больше. То есть там, чтобы не было оттока населения, потому что многие села из-за оттока населения там и школы закрывают, и магазинов совсем мало. То есть для того, чтобы держать население, чтобы не создавать оттока населения в деревнях, нужно развивать бизнес, чтобы там развивалась инфраструктура, строились много магазинов, соответственно, и народ не захочет никуда уезжать, если там будет множество бизнесских объектов. Правильная ли мысль, что сейчас выгодно развивать свой бизнес именно на селе, то есть и спрос будет большой, и клиентов будет много? Ну, я думаю, здесь такой, знаете, спорный вопрос. Если говорить о том, что отток из села или не отток, держать людей на селе или не держать, я здесь, я думаю, все-таки здесь подход, наверное, должен быть другой. Вот, допустим, есть пример Монголии. Там в Монголии, ну, сел практически нет. Там есть фермы, семейные фермы, где живет семья, которая занимается скотоводством. Вот сейчас у нас заходит и монгольская шерсть, и изделия шерсти, и там носки, ну, это же все продукты переработки, животноводство. И в Монголии стоит ферма, на этой ферме семья занимается животноводством, она там пасет скот, может быть, там, ну, убирается, в общем, обслуживает скотину. А дети живут там где-то в районном центре или в городе, в интернате. Детей отдают в интернат, живут только семьи. Ну, это же вопрос себестоимости. Конечно, я думаю, меня многие не поддержат, потому что то, что я говорю, это повлечет за собой, что будут школы закрываться, что из семьи, из деревни отток будет. Но так как уже школа, это же, представляете, какая себестоимость? Содержать школу на 25 детей или на 10, на 15, на 50 детей, это как у штата должен быть учителей, содержать нужно здание, это себестоимость сока. Это нужно содержать вот эти сети, которые идут. Я думаю, многие меня не поддержат, но все-таки если заходить с экономической стороны, то было бы целесообразно, чтобы на селе оставались именно те, кто работает, кто занимается там животноводством, сельским хозяйством, потому что именно они, они будут кормить город, они будут кормить страну. Это даст прирост. Потому что сейчас вот на селе люди живут, вопрос же стоит опасно еще общего пользования. Да, достаточно кормов, недостаточно, ведь корма это 80% себестоимости. И опять же, на селе нужно ли сажать картошку? Вот смотрите, есть такой Гременбанк, он финансировал, не просто, он финансировал проекты под проценты Бангладеша. И сейчас Бангладеша, он на втором месте по выпуску текстиля после Китая. Но что он сделал? Он, когда давал вот эти микрокредиты беззалоговые, по 24% годовых, это были кредиты, у него было требование, чтобы каждый подписывал вот этот пакт идеологический. В этом, получается, договоре было написано, если у меня есть земля, я обязан сажать свой огород. Если у меня есть свободное время, я обязан в это свободное время там заниматься своими детьми. Я обязан пить чистую воду. Я обязан соблюдать гигиену. Все вот эти правила, которые были прописаны, они были прописаны для того, чтобы человек был здоровый, чтобы было чисто, чтобы не было вот этих проблем, чтобы земля не пустовала. Видите, все-таки труд сделал человека. Именно труд. А если у нас есть деревня, и там огород не сажают, коров не держат, молоко покупают с города, ну, причины, конечно, могут быть разные, но обычно говорят же, мы коров не держим, потому что корма дорогие, там еще, еще, еще. Ну, покупать молоко с магазина, наверное, тоже не так дешевле. Тут, знаете, вопрос такой, системный, этим вопросом нужно заниматься. И сказать, что бизнес надо развивать на селе, я думаю, на селе нужно развивать именно животноводство, нужно развивать именно сельское хозяйство. Ну, для этого и село. У нас 47% людей живет на селе. И нужно, урбанизация тоже нужна, нужно небольшие поселки объединять в более крупные. Это тоже необходимо. Нужно увеличить поголовье скота, но чтобы увеличить поголовье скота, мы должны работать над тем, чтобы сенокосные угодья тоже увеличились. И чтобы на этих сенокосных угодьях росли многолетние травы, чтобы вот это разнотравье было, чтобы сельское хозяйство, ну, наверное, не знаю, какое-то было щадящее, пестициды были какие-то органические. Это же все приходит к нам, возвращается в виде тех же семян, тех же продуктов растеневодства, приходит же к нам и попадает. Это же вопрос экологии, вопрос нашего здоровья. Я думаю, этот вопрос такой системный, и для него лучше сделать отдельную передачу и привлечь экспертов, которые дадут, наверное, разъяснение. Поэтому здесь как бы не буду отнимать в общем временную у телезрителей, но хотел бы напомнить, что вот в Монголии живут фермы, а детей отправляют в интернат. К сожалению, эфир нашей программы подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Это была Первая студия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова